Аэрофлот поднялся в рейтингах Аэрофлот сделал еще что-то круче Аэрофлот лучше, чем кто-то Аэрофлот самая крутая авиакомпания в мире А что происходит на самом деле? Всем привет! Это фан-клуб вашей любимой авиакомпании Меня зовут Герман Ну что, полетели? Аэрофлот вошел в рейтинг топ-10 Аэрофлот снизил цены Аэрофлот открыл рейсы Аэрофлот улучшил сервис Что же происходит на самом деле? Аэрофлот снял пассажиров с рейса Аэрофлот поднял топливный сбор На рейсе Аэрофлота погибло животное Пришло время сравнить две авиакомпании Конечно, я это сделаю очень непредвзято Постараюсь максимально отвлечься от мысли о том, что Аэрофлот лучшая авиакомпания Попробую действительно посмотреть на вещи Довольно пресло Но не обещаю Надо выделить слезы от смеха Потому что я не могу действительно объективно это делать Просто потому что я знаю, насколько Аэрофлот лучше Но я попробую все-таки Начнем с одного общего фактора И у Аэростана, и у Аэрофлота Четыре звезды в рейтинге консалтингового агентства Skytrax Skytrax это так называемый Оскар в мире авиации То есть это британское агентство Самое авторитетное Учитывает множество факторов, параметров В общем, все-все-все-все Аудиторы Skytrax проводят тщательные-тщательные проверки Плюс на сайте Skytrax пассажиры, которые проходят верификацию То есть подтверждение о том, что они летали С конкретной авиакомпанией Могут оставить свой отзыв Обязательно прикрепив к этому отзыву свой билет Так вот, и у Аэростаны, и у Аэрофлота Рейтинг Skytrax одинаковый Это четыре звезды Единственное, что я хочу здесь отметить Что Аэростана в 2009 году первой из авиакомпаний стран СНГ Получила рейтинг 3 звезды И далее, точно так же, первой из стран СНГ Несколькими годами позднее получила рейтинг 4 звезды Skytrax После исчезновения авиакомпании TransAero Аэростана и Аэрофлот стали главными конкурентами друг к другу На направлениях Алматы-Москва и... ну что там, Москва Аэрофлоту достались эти рейсы от авиакомпании TransAero И несколько лет назад главная авиакомпания Российской Федерации Стала конкурентом Аэростане Более того, есть другие направления Например, как было направление до коронавируса Ак-То-Б Москва Было направление Казаларда-Москва, Караганда-Москва Это те города, куда летают самолеты Аэрофлота из Москвы напрямую Вообще, сравнение двух этих авиакомпаний совершенно некорректно То есть, я записываю это видео, я сознательно делаю вещь, которую делать нельзя Нельзя сравнивать авиакомпанию с флотом больше двухсот самолетов С авиакомпанией, флотом которой тридцать То есть, это две компании, работающие абсолютно... Ну, что называется, это авиакомпании разных весовых категорий Но, так как казахстанцы все время говорят о том, что вот у Аэрофлота цены ниже Что вот у них приложение лучше А вот они еще летают в Шереметьево, нам в Шереметьево удобней Вот именно поэтому я и записываю это видео Почему сравнение двух этих компаний некорректно? Первое, это размер флота Аэрофлот в несколько раз Ну, грубо говоря, группа Аэрофлот в 10 раз превосходит фэмили-групп Аэростана Это Аэростана и Флайерстан В 10 раз по размерам флота Ну и самое главное Несмотря на то, что 51% акций Аэростаны принадлежит фонду саму Казана Ну, то есть, государству Казахстан Что уравнивает Аэростану и Аэрофлот в их качестве бытия Существование в качестве все-таки национального, государственного перевозчика Но разница колоссальная в том, что в Российской Федерации существует закон По которому Россия получает деньги за пролет над своей территорией Это пролет над Сибирью Так называемый Транссибирский коридор По которому летают самолеты, например, из Европы в Азию и обратно И Российская Федерация ежегодно до коронавируса Уровень поступлений этих денег был порядка 300 миллионов долларов ежегодно Так вот, по этому специальному закону Который существует еще со времен Советского Союза Все эти деньги, которые Россия получает Они идут напрямую в авиакомпанию Аэрофлот То есть Аэрофлот ежегодно получает 300 миллионов долларов просто из ниоткуда Ему не нужно для этого делать буквально ничего Просто сидишь и 300 миллионов долларов тебе падают сверху Аэростана никаких денег от государства не получают Знаете, мне надоели уже эти сплетни, когда говорят о том, что Аэростана на самом деле получает деньги от государства На самом деле их поддерживают На самом деле, вот нет Вот этого всего нет Я знаю людей, которые работают в Аэростане Которые так или иначе знают о том, на что авиакомпания расходует свои деньги Средства, которые она получает от продажи билетов То есть непосредственный доход авиакомпании И какой доход вообще авиакомпания получает и откуда Так вот Аэростана не получает никаких денег от государства Да, правительство, сам Руказана предлагало авиакомпании помощь Например, в начале этого кризиса, связанного с коронавирусом Но Питер Фостер отказался от этой помощи Он сказал о том, что Аэростана Это компания, которая может сама справиться с этим кризисом Которая имеет возможность, которая имеет потенциал Которая в состоянии договориться со своими кредиторами или лизингодателем Для отсрочки платежей То есть авиакомпания У нее нет просрочек У нее нет долгов Да, я понимаю, люди, обычные пассажиры Им не важно, откуда компания берет деньги Она просто летает Если у нее цены ниже, чем у Аэростаны На этом направлении, куда люди хотят лететь Они просто покупают билет Аэрофлота Потому что он стоит на 5000 тенге дешевле, например, и летят Но я как авиатор знаю, что за этим стоит Аэрофлот на рынке Казахстана ведет себя абсолютно как слон в посудной лавке Просто демпингуя Ставя на определенные направления такие тарифы То есть продавая билеты по таким тарифам По которым ни одна авиакомпания устроена рыночно Билеты бы не продавала Аэрофлоту ему не важно, сколько стоит билет Ему важно забрать пассажиров у Аэростаны Аэростана не берет денег у государства И поэтому продает свои билеты по рыночному принципу Тем самым ведет себя, что называется, более честно И по отношению к пассажирам Не обманывая их, говоря о том, что цена на перелет По этому направлению именно вот такая Потому что в эту стоимость входит то-то, то-то и то-то В отличие от главного конкурента Который просто демпингует Ставит условные какие-то тарифы Более низкие, которые не соответствуют даже уровню себестоимости И просто переманивает пассажиров Класс! При этом все пассажиры, которые летали и Аэростаной, и Аэрофлотом Отмечают один важный фактор Сервис авиакомпании Аэростана несравнимо лучше, чем сервис Аэрофлота Более того, я могу сказать по собственному опыту Я в руках пару лет назад, в 2019 году Мне в руки попал дорожный набор из бизнес-класса Аэрофлота Так вот я хочу сказать, что это такой же дорожный набор, как предоставляет Аэростана в экономическом классе Только в более солидной упаковке Такая сумочка под кожу, что называется И туда добавлено еще несколько косметических элементов То есть бизнес-дорожный набор Аэрофлота Это дорожный набор Аэростана в эконом Просто упакованный в более солидную упаковку И с добавлением нескольких косметических средств Также Аэростана превосходит Аэрофлот по питанию, по его качеству, по его количеству и так далее То есть если мы глобально сравним две авиакомпании Первое, конечно, сравнивать их нельзя Просто потому, что одна авиакомпания получает помощь от государства В виде денег за пролет над территорией Российской Федерации Плюс у нее флот превышает в 10 раз флот Аэростаны Поэтому эти две авиакомпании сравнивать нельзя Но если мы сравниваем, то мы сравниваем уровень сервиса Лояльность к пассажирам и так далее Так вот Аэростана лучше по сервису И эта авиакомпания более лояльна к пассажирам Также хочу отметить, что Аэрофлот регулярно удаляет комментарии Какие-то негативные комментарии под своими публикациями в Инстаграм и в других социальных сетях Чего Аэростана не делает категорически И иногда вы можете зайти в Инстаграм, например, открыть комментарии под публикациями Аэростаны И там просто ужаснуться тому, что люди позволяют себе писать Там пишут и матом, и оскорбления, и так далее Но авиакомпания ведет абсолютно демократическую, лояльную политику по отношению к пассажирам и их мнениям Если вы написали такое мнение, если вы позволили себе высказаться вот таким образом Это показывает только вас, какой вы на самом деле Но авиакомпания не будет удалять этот комментарий В отличие от Аэрофлота, который чистит все-все-все-все отзывы, оставленные о нем Вы заходите в Инстаграм Аэрофлота, и там только положительные отзывы Только хорошая картинка При этом, если вы откроете сайт Skytrax и посчитаете отзывы пассажиров о двух этих авиакомпаниях То вы увидите разницу и в рейтингах, и также Аэрофлота Это единственная авиакомпания Аэрофлота и Флайерстан Группа компаний Аэрофлота, единственная в мире, которая Я подчеркиваю, единственная в мире, которая отвечает пассажирам на их отзывы на сайте Skytrax